Эксперенция. Впервые у нас в гостях имеют в этом пресс-центре ответить на вопросы журналистов президент Федерации лыжных гонок России, многократный чемпионка Олимпийских игр мира Елена Валерьевна Вяльбе. Елена Валерьевна, первый вопрос, наверное, от меня. Традиционный, наверное, для этих мест уже теперь. Вы посмотрели полностью центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири», посмотрели сейчас гонки первые. Какое впечатление центр произвел, какое впечатление подготовка, организация чемпионата России? Ну, я могу сказать, что я впервые здесь была летом. Первая моя поездка после избранника как президента была как раз сюда, в Тюмень. И, наверное, в какой-то мере даже достаточно авантюрное было все это мероприятие, когда мы решили, что проводим здесь чемпионат России. Потому что все было в таком разгаре стройки. И я, конечно, неоднократно задавала себе вопрос, а успею ли на самом деле все сделать. Но люди оказались по-настоящему люди дела, то есть слово. Поэтому сегодня сделали в очередной раз экскурсию. Поэтому на самом деле замечательно. Но, я думаю, одному из лучших, наверное, в мире сейчас. Ни в коем случае не хочу обидеть другие регионы, они тоже имеют все центры. Но хорошо, когда люди имеют возможность, делая новое, сосмотреть у кого что есть, взять все самое лучшее, допускать каких-то ошибок и так далее. Очень многие ребята и девочки уже говорили о том, что подготовлена очень хорошо трасса. Но о том, какая она здесь сложная, я знаю. Хоть я ездила летом на гидроцикле, тем не менее, вернее на квадроцикле, тем не менее, это видно было на самом деле, что трасса очень серьезная. Очень продуманно в том плане, что, допустим, на коротких дистанциях мы будем видеть практически всех, что называется, смотреть с трибуны и видеть все подъемы всех спортсменов. Уровень, конечно, молодцы. Такое чувство, что мы всегда здесь этим только и занимались. Вопросов никаких нет абсолютно. И, по крайней мере, где я видел трассы, в основном, биатлонные. Это широкая вообще трасса. Ну, это же здорово. Спортсмены, особенно когда бегут матстарты, очень тяжело обходить друг друга, бегут по два, по три человека параллельно. Здесь есть возможность, как раз, что называется, никому не мешать и в то же время обойти. И, как мне сказала Наталья Крыстилева, в лесу там часть трассы, по части трассы пошел аэротрак, то есть можно выбирать способ скольжения, что ли, перед этим. То есть, как бы, она разбита на два кусочка ширину, на две полоски. Нет, там, наверное, просто прорезано для классического хода и есть возможность кататься еще и на пиньком. Это как раз от того, что она такая широкая, то есть можно сразу сделать параллельно для тренировки людей, кто хочет классик, а другие хотят коньком. Никто никому не мешает. Конечно, во время соревнований, если коньковая гонка, то в это время на трассе в классическом стиле мы не должны быть прорезаны, это понятно. Но есть другие тренировочные трассы, потому что не все задействует. Поэтому ребята катались, я знаю, сегодня, допустим, некоторые проводили тренировку классику и готовились к следующему старту. На чемпионат России ведь не всегда все сильнейшие приезжали в свое время. Сейчас, судя по тому, что приехали практически все сильнейшие после трудного сезона и почти все у нас побегут. То есть, отношение к чемпионату России меняется. Я так понимаю, что федерация настаивает, чтобы все побежали. Я на самом деле не очень понимаю спортсменов, которые жалуются о том, что они устали в конце сезона. Могу сказать, что в это время проходят во всех странах сейчас чемпионаты своих стран. То есть, чемпионат Норвегии, чемпионат Финляндии и так далее. И все эти спортсмены, которые были задействованы весь сезон и в Кубке мира, и на чемпионатах мира, если это проходило, они все участвуют. По одной простой причине мы хотим, чтобы, что называется, был популярным вид спорта, да, как ребенок может заинтересоваться. Если вот он приедет здесь, да, будет ходить, ну, грубо говоря, чемпионы олимпийских игр или там, а вот наши призеры, которые только что приехали с чемпионата мира, я думаю, что ребенку это будет вдвойне интереснее и приятнее, нежели посмотреть просто людей, которых он никогда не по телевизору не видел и так далее. Это и есть одно из популяризаций. И потом, каждый регион, на самом деле, за своего спортсмена должен, что называется, отчетливаться перед руководством. На самом деле, это они должны защищать, если за границей они бегают, что называется, на международных стартах, защищая честь страны. Здесь, я считаю, это абсолютно логично, что они защищают честь своего региона. Это нормальное правило, я не знаю, я никогда, у меня такого не было. В наше время такого вообще не было, что значит, я устала и не хочу ехать на чемпионат страны. И для нас это было очень престижно. Раньше в советское время, говоря, если выиграть чемпионат страны, значит, это чемпион мира. Вы приняли отставку, Николай Сидовас, по старшему принять? Ну, у нас еще, мы с ним не видели, сколько чемпионата мира, я не ездила на кутки мира. Сюда он должен приехать в 28-м числе. Потому что будет доископрещение, если я не рассчитывал за проделанную работу, на перспективе на будущее. Пока никаких заявлений в письменном виде мы не получили. Но я думаю, что это для нас, конечно, не нужно. Можно просто. Елена Валерьевна, будет ли у нас еще в России такие гонщики, как, например, Елена Вяльбе, которая в одном из чемпионатов мира сразу завоевала пять золотых медалей. То есть это ведь советская школа выжженных гонок. И что она дала по своей сути? Ну, за счет того, что будет или нет, надо, чтобы спортсмены стремились быть лучше, чем кто-то. Я не знаю, пускай это будет Вяльбе, Сметанина, кто угодно, Земятов. Тогда, наверное, есть смысл, говорится, к чему стремиться. А что касается, когда они будут, ну, хочется верить, что мы рано или поздно, мы сейчас такими, как говорится, 7-мильными шагами встаем с этих коленей, коленей не так уж все плачевно, но это такая долгая, кропотливая работа, вырастить спортсмена не так легко. Гораздо проще все, как говорится, развалить, сломать и так далее. Поэтому, ну, особенности, что команды, когда такие команды сильные, им легче, в принципе, то есть, расти друг за другом, подниматься, обидеться. Вот поэтому они, как бы, более стабильные, в Кубке Мира, на Чемпионате Мира покажут определенный результат. У женщин пока такой, так скажем, команды сильной нет, поэтому придется еще работать. Ждем молодых. Спасибо. Спасибо.